Прием к учебным учреждениям Иваново к 1 сентября на финишной прямой. К работе готовы школы и детские сады. Теперь межведомственная комиссия проверяет учреждения дополнительного образования. Утро вторника началось с ревизии Центра развития детской одаренности на улице Суворова. Большое внимание в этом году уделяется территории, в каком состоянии она находится, как она огорожена. Сейчас большое внимание уделяется также осмотру подъездных путей к образовательным учреждениям. К сожалению, в этом году погода внесла свои коррективы и благоустройство продлило немножечко эти работы. До конца недели, начала следующей недели они должны выполнить все мероприятия. Это посмотреть и наличие знаков, и наличие нет ли каких-то изъянов на зебре. И вот на это все обращается внимание. На подготовку к учебному году из бюджета города выделено 200 тысяч рублей. На эти средства отремонтировали кабинет. Еще один класс облагородили на свои заработанные деньги. На этот год Центр развития детской одаренности получил муниципальное задание на обучение 650 ребят. К развитию интеллектуальной и академической одаренности приглашают ивановцев от 6 до 18 лет. Иностранные языки, английский, немецкий, то, что сейчас очень востребовано. Но вот подавляющее большинство ребят у нас, конечно, выбирает математику. Такое количество, всегда есть очередь, всегда есть входная олимпиада, всегда есть отбор. Вот мы считали, тут прямо по окончанию прошлого года порядка 200 ребят у нас занимаются на естественном наушном направлении, конкретно по математике. Ну а кроме этого мы предлагаем русский язык, литература, история, химия, биология. То есть то, что может в дальнейшем помочь ребятам определиться с профессией и с вузом. У каждого представителя межведомственной комиссии своя задача. Например, сотрудница Росгвардии проверяет паспорт безопасности и исправность тревожной сигнализации. Все в порядке. К этому учреждению серьезных нареканий нет. Впрочем, у ревизоров почти всегда есть рекомендации для руководства.